Виктория Шиманская Виктория Шиманская, психолог, автор и разработчик методики развития эмоционального интеллекта Академия Монсиков. И сегодня вместе с нами Сергей Асташкевич, это действительно тренер, педагог с 27-летним стажем, работающий очень много направлений, связанных со спортивной педагогикой. И поскольку сегодня мы будем говорить очень много о такой важной теме, как роль физического развития и физической активности в влиянии на эмоционально-волевую сферу, и в том числе на развитие когнитивных функций, на мыслительную деятельность и на то, насколько дети способны развивать именно основные навыки интеллектуальные и их познавательные деятельности, как это связано с физической культурой. Вот такая тема сегодняшнего нашего вебинара. Большое спасибо, что вы с нами. Очень приятно, что, насколько мы понимаем, есть ряд коллег, которые уже третий вебинар вместе с нами. Есть те, кто присоединился только на этом этапе, и для кого-то это будет отдельный вебинар, посвященный именно программам физического развития детей и их связи с эмоционально-волевой сферой и связи с когнитивными функциями и мыслительной деятельностью детей. Поэтому несколько слов в начале. Мы немножечко все равно вводную часть повторим о том, почему же эмоциональный интеллект и EQ как коэффициент развития эмоционального интеллекта действительно сейчас и на уровне мировых трендов, и в России приобретают очень большой интерес, потому что действительно с точки зрения будущего, к которому мы действительно готовим детей, не только к тому, чтобы сейчас они получали хорошие отметки, получали знания. Это очень важная задача. И когда мы говорим о парадигме образования с учетом sales, social emotion learning, как это называется в мировой практике, или социально-эмоциональное образование, как это называется в России, мы говорим о том, что информация и обучение, это когда ребенок действительно услышал эту информацию, с интересом ее воспринял, он вовлечен в образовательный процесс и он эти знания запомнил. Собственно говоря, именно такая роль, именно такой переход от педагогики знаний, педагогики смыслов через деятельность, когда дети понимают цель обучения, когда они через это больше вовлечены и когда они эти знания действительно дальше внедряют в собственную жизнь и во время обучающегося процесса и просто в жизни, вот это вот наша с вами цель, и этому посвящены все четыре вебинара, которые будут проходить. И так действительно очень важно, что в будущем большинство руководителей действительно обладают развитым эмоциональным интеллектом. Я считаю и убеждена, что далеко не все должны быть руководителями, и поэтому другой показатель является наиболее важным. Он связан с тем, что развитый эмоциональный интеллект позволяет стать действительно выдающимся специалистом, выдающимся профессионалом в любом виде деятельности, в любой профессии. Как я часто говорю, я говорила об этом в первом вебинаре, может быть учитель, может быть доктор, и может быть предприниматель, но может быть именно выдающийся учитель, выдающийся доктор, выдающийся предприниматель. Именно благодаря, в общем-то, развитию эмоционального интеллекта и технологии «Пяти шагов», я, наверное, немножечко ее напомню, это очень важный момент, да, вообще в концепции, что мы готовим всегда к познавательной деятельности, и в рамках этого подготовки именно физическая активность играет очень большую роль. Мы действительно всегда работаем сначала с моментом, когда дети должны пройти через шаг «я чувствую» и осознание своего физического тела, своего состояния и готовности к познанию. Поэтому немножечко мы еще коснемся сегодня вопросов мозга, да, немножечко связи, роли вообще развития различных нейронов в этом процессе. Но действительно все это мы делаем в рамках первого шага «я чувствую». Следующее, что нам очень важно для подготовки в обучении, чтобы добиться вот этих результатов, которые позволяют решать социально-моциональное обучение. Это внутренняя модель «я хочу», да, мы работаем с мотивацией. И здесь вот установка целей, вовлеченность, другие процессы, чему был очень интересный вебинар, посвящен предыдущей, кто смотрит сеть вебинаров, да, после чего мы переходим к ключевому моменту «я знаю», где, собственно, мы раскрываем тот самый важный фактор, как научить учиться, да, когда мы максимально расширяем стратегии образования, стратегии с учетом и индивидуальных тарикторий, и групповых тарикторий, и сами формы подачи информации. Но и на этом все не заканчивается. Дальше мы говорим о том, что очень важный момент завершения любого занятия – это работа с самооценкой, и для ребенка это внутреннее состояние «я могу». И о том, что действительно то, как прошло обучение, оно всегда оставляет эмоциональный след у ребенка и от того, как он готов двигаться дальше. Здесь тоже очень важно действительно учитывать эти компоненты. Когда они все четыре шага пройдены, вот этот главный наш ключевой момент «я делаю», когда ребенок готов эти знания внедрять дальше, действительно становиться выдающимся профессионалом в будущем, преодолевать неудачи, находить в себе силы, смотреть на ситуацию с разных сторон, уметь координироваться с другими людьми в команду, объединять эти мнения и где-то быть очень сфокусированным на своем мнении и при этом слышать других. Вот эти все составляющие действительно тогда реализуются. Эти результаты, которые, в общем-то, написаны сейчас на слайде в исследовании, действительно реализуются в жизни уже наших будущих детей. Но я обозначу проблему, о которой, в общем-то, мы говорили, о том, что действительно более 80% учеников, они очень хотят учиться хорошо, но порядка 28% по исследованию ГЭЛов, они, в общем-то, учатся только с удовольствием. И эта большая проблема в чем выражается? В том, что знания, которые даются, забываются. Сегодня ребенок сдал тест, а завтра об этом эти знания забыты. И это, безусловно, не то, чего мы с вами хотели. А второй момент, еще, наверное, более важный, что это отражается на здоровье детей. И здесь, опять-таки, роль физической развития, она максимальна. И три составляющие, с которыми, на самом деле, мы все время сталкиваемся в учебном процессе. И, может быть, не сразу мы, не первое, о чем мы думаем, что, оказывается, через физическую активность, через правильную работу с телом, дыханием и другие возможности, мы действительно можем решать те педагогические задачи, те педагогические проблемы, с которыми мы сталкиваемся прямо на занятиях. Причем это как в начальной школе, в дошкольном обучении, в средней и в старшей школе. И вот здесь я попрошу Сергея присоединиться, озвучить эти вопросы. Первый вопрос, так как здесь педагоги, я так понимаю, что вы сталкиваетесь с этой проблемой, в общем, постоянно, практически каждый день, так как дети разные. Сейчас классы заполнены более чем наполовину, наверное, да, сейчас не по 20 уже человек, по 30, а на некоторых школах и половине больше бывает учеников. И так как ученики разные, у всех, в общем, педагогическая структура, она тоже разная, в зависимости от по-нашему характеру, воспитания, социальной поднадрежности и так далее. Вы сталкиваетесь, как правило, с проблемами, первая проблема, это проблема снижения концентрации внимания. Дети приходят с разных уроков на разные уроки, например, с длинительной активностью, они пришли на урок математики, где нужна все концентрация внимания. Так как они пока находятся в состоянии еще такой некой результации физической, наверное, если так можно сказать, а приходя на урок математики, им нужно быстро включить внимание. А концентрации внимания недостаточно. В общем-то, есть физические упражнения, сейчас чуть дальше мы это расскажем, а какими упражнениями можно достичь быстрого концентрации внимания, для того, чтобы дальше педагогический процесс или там образовательный процесс, который проходит, шел более успешно. Вторая проблема, это гиперактивность. В общем-то, не совсем, наверное, корректный термин, но так или иначе, очень много детей, как правило, сейчас это все больше и больше, почему мы тоже расскажем, появляется этих детей, которые еще раньше называли неусидчивые дети, сейчас называется гиперактивность, называют их. Ну, возможно, можно и так назвать. Как правило, в классе там на 20 человек, порядка 4-5 детей, раньше это было, наверное, 1-2 ребенка, сейчас это порядка 4-5 детей, которые проявляют эту гиперактивность. Не могут посидеть на месте, у них концентрации внимания никакой нет, они все время находятся в движении, и, в общем-то, зачастую такие дети могут учебный процесс всего класса перевести на себя. То есть их внимание тянут на себя, учитель тратит много времени, соответственно, учебный процесс ваш нарушается. А тоже расскажем, какими упражнениями можно снизить эту гиперактивность. И третье, в общем-то, недостаточная увлеченность в учебный процесс и низкая мотивация обучающейся, то, что написано в слайде. Это, в общем-то, сейчас большая проблема, которая начинается уже практически с 5-6 лет. В общем-то, родители и педагоги начинают говорить, что уже в 5-6 лет дети приходят с этим запросом, что не хочу, не интересно и так далее. А раньше, в общем-то, это в основном проявлялось где-то в старших классах, начиная после 5-6 класса у детей и начинался этот устал психологический. Сейчас она, в общем-то, уже в начальном классе проявляется в полном мире. В общем-то, есть упражнения, которые можно... Ну, это больше не упражнение, наверное, этого мы сейчас дальше расскажем. Это, наверное, все-таки более длительный процесс, который связан уже с физической активностью в виде спортивных упражнений. Ну, наверное... Если мне надо сказать, что действительно эмоционально-волевая сфера, потому что мы об этом тоже немножечко говорили, и так сакцентировать именно на этом блоке внимание, действительно, это умение управлять эмоциями и справляться со стрессом. Особенно если мы говорим о начальной школе, если мы говорим о моментах первого класса или когда мы говорим о моментах пятого класса. Это сейчас особенно актуально перед первым сентября, когда дети придут сразу в ситуации стресса. И для первоклассников это ситуация, когда они не знают тех, кто вокруг них. Для первоклассников это ситуация, когда смена одной деятельности, все-таки более игровой, переносится в учебную деятельность совершенно даже в другой физической активностью, снижение очень большой физической активности. Дети вынуждены сидеть за партами и большую часть обучающегося процесса. И они вынуждены справляться с таким стрессом, который один из основных для детей по исследованию института возрастной физиологии. Это выполнение задачи в ограниченный период времени. Потому что наша система образования построена на большем количестве заданий, именно нацеленных на это. Это действительно очень большой стресс для ребенка. Соответственно, бывают моменты, когда действительно нужно произвольно переключать внимание, концентрироваться на определенной задаче, концентрироваться на том, что говорит учитель или на деятельности, которые производит ребенок. И, в целом, контролировать действия самодисциплины, потому что дисциплина, например, в школе, она, есть определенные правила, и они тоже очень важны в дошкольном образовании. И еще большее количество правил усиливается, в общем-то, в системе уже, когда дети переходят в школу. Вот к этим вопросам тоже можно подходить. То есть мы это обсуждали в рамках вовлеченности, драматургии, в рамках психологии. Но сегодня хочется акцентировать, подходить к этим вопросам с точки зрения именно физической активности и направления. И для этого, в общем-то, была создана под руководством Сергея Петровича и группой методистов такой специальный блог, как спортбокс, с занятиями, о которых сейчас тут расскажут, как это работает. Да. Исследуя проблему детей дошкольного возраста, мы пришли к такому выводу, что активностей физических очень много, но, как правило, все физические активности так или иначе развиты с какой-то спортивной составляющей. Возраст 4, 5, 5, 6, 6, 7, который у нас был создан в боксе именно на эту возрастную группу, очень сильно влияет физиологические особенности развития детей в этот период. 4, 5, дети сильно отличаются от детей 5, 6 и от 6, 7. В общем-то, если психологически дети отличаться в развитии могут на 2-2,5 года в возрастном периоде 10 лет, то физическое развитие, как правило, задержка может происходить всего несколько месяцев. В общем-то, законы природы никто не отменял, генетически это записано, и практически дети плюс-минус несколько месяцев, но они в физическом своем развитии двигаются в одно и то же самое время. Соответственно, возрастная группа 4, 5, 5, 6, 6, 7 имеет свои физиологические особенности. На основании этой физиологической особенности был создан спортбокс. Как он построен? Сейчас, одну минуту. Вот, наверное, структура урока спортбокса. То есть все уроки были прописаны на все возрастные группы по вот таким параметрам. То есть, соответственно, есть разминка, есть упражнение на баланс равновесия, есть парное упражнение, ловкость, координация, сила, эстафия, триггер, гибкая заминка. Единственное, что эти все карточки, они связаны с физиологией, и, соответственно, 4, 5 и 5, 6, например, такое качество, как сила, они не развиваются, потому что в этом возрасте категорически мышечная пара, дыхательная система, сердечная деятельность, они еще не развиты, находятся в стадии развития. И, соответственно, чрезмерные напряжения, они не корректны для этого возраста. То есть там силовые упражнения, они находятся в игровом моменте, в основном эстафетах и в играх, там при переносе мяча какого-то или выполнение каких-то упражнений с небольшой, более высокой, наверное, динамикой, так можно сказать. И, в общем-то, как силовое качество, оно, в общем-то, там зашито, в таком, если можно сказать, лайт-версии. Вот остальные, вот, например, 4, 5, 5, 6, в основном развитие идет на ловкость, координацию, парные упражнения очень хорошо, там эстафеты, игры, ну и гибкость, там 4, 5, в основном идет на общую координацию и гибкость. Ну, немножко баланса равновесия дается, 4, 5. И, в принципе, в спортбоксе это прописано в полной мере. Вот если вы видите на слайде карточки, вот эти карточки по цветам, они как раз разбиты по тем, по физическим качествам, да, которые существуют. А вот, так, дальше у нас. Ну, вот здесь написано, например, ловкость, координация, берется одно задание какое-то, базовое упражнение и выполняется. В нем есть небольшая драматургия, для того, что мы, так как дети, в общем-то, воспринимают информацию больше игровую, их очень важно погружать в процесс, а что прописано в нашей методике, там, Викторий еще расскажет, уже рассказывал, наверное, про семьи для контента, это очень важно, вот именно погрузить ребенка в среду и после этого он выполняет любое упражнение более динамично, более вовлеченно и, в общем-то, с большей отдачей. Ну, это, в общем-то, один из примеров. Ну, и маленькое дополнение, что действительно, признан драматургии и такие упражнения, они есть как в виде, а для дошкольных обучения они вообще могут быть таким постоянным уроком, а в рамках школьного уже обучения они могут быть отдельными карточками, и, в общем-то, эти же герои, и ряд этих упражнений, они включены в те методические пособия, которые сейчас выходят в просвещение, это и краски эмоций, и кругобуквенное путешествие, и эмоции, и география эмоций, потому что все они, с учетом вот этих пяти шагов, именно первый шаг я чувствую, он, безусловно, построен в первую очередь на физической активности, когда мы должны включить детей в игровой процесс. Второе, что нам помогает ответить с точки зрения тех первых вопросов, которые обозначил Сергей в самом начале, это еще один ресурс, который мы не всегда, как педагоги, можем к этому обращаться, но мы, видя о том, какие дети, можем родителям рекомендовать те или иные виды спорта. Это тоже очень важно, наш ресурс, потому что в целом это тоже потом влияет на атмосферу класса, на развитие ребенка, и его эмоциональную сферу, и его обучающиеся процессы. И очень кратко, по моментам, какие виды спорта, для каких детей, что они дают. Да, все вот эти вот виды спорта, которые здесь прописаны, понятно, что их огромное количество, но мы выбрали базовые виды спорта, которые соответствуют всем видам качества, которые есть у детей, и тем проблемам, которые существуют. Вот у нас первый слайд – это единоборство. Единоборство, в общем, достаточно большое количество. Здесь нарисовано, ребята, выполняют упражнения из такого единоборства, как карате. Все единоборства, они очень комплексные и достаточно многофункциональны как по физическому качеству, так и по умственному развитию. Если вы видите единоборство, то это повышение когнитивных возможностей адаптивности, чтобы создать решение. Это, в общем-то, напрямую воздействует на… занятие единоборствами напрямую воздействует на мозг в принятии очень быстрых решений, потому что в самих единоборствах заключена такая форма, как развитие самого себя и постоянная тренировка с какими-то или одиночными людьми или с каким-то группой людей. И вот эта коммуникация одного с другим при быстро изменяющейся обстановке, в общем-то, нужно быстро принимать решения. Отсюда повышается адаптивность организма и мыслительных процессов. Когнитивные функции ускоряются во много-много раз. Ну, соответственно, в жизни, сами понимаете, насколько это важно, тем более в внешнее сумасшедшее быстрое время. Маленький момент. Часто есть такое заблуждение, просто участвуют члены ответы на вопросы родителей. В единоборствах очень хотят отдавать таких… Да, да, да. Вот как раз мы проговорили про проблемы гиперактивности, и зачастую родители говорят, а можно ли отдать ребенку? Он очень быстрый у меня, гиперактивный. Я хочу отдать ему единоборство, чтобы он сбросил энергию. Но это, в принципе, не совсем корректно, я бы сказал, даже и неправильно. Потому что ребенок, приходя в единоборство, он сбрасывает энергию в какой-то очень короткий промежуток времени, но так как у него быстрая адаптивность, скорее всего, очень высокий обмен веществ зачастую, у него эта энергия набирается очень быстро, а при том у ускорения когнитивных возможностей адаптивности организма, следующий шаг будет повышение этой гиперактивности еще многократно. Только с большим промежутком времени, долгими занятиями, когда уже с уровня физического эти занятия единоборства переходят на, если можно так назвать, ментальный уровень, только тогда можно это научиться контролировать, и тогда эффект этой гиперактивности будет снижаться. Но на это нужно потратить годы. Поэтому зачастую гиперактивным детям нужно, наоборот, давать более седативные упражнения, насколько это возможно. Там очень хорошо плавание действует на это. Но это мы сейчас расскажем еще. Вот, например, йога. Это сейчас очень система динамичная, развивающаяся. Есть и взрослая йога, наверняка там большое количество мам и, может быть, кто-то их с пап занимается. Но, в общем-то, есть и baby-йога, и сейчас в нашей методике будет отражаться, ну, следующим шагом подготовленные карточки будут по дебе-йоге с правильностью положения, с привязкой к драматургии. В общем, когда дети и двушкольники, и школьники могут заниматься вплоть до того, что даже самостоятельно это йога. Вот. Йога, она повышает эффективность получения анализа информации. Это такая часть информации, но он несет очень высокий седативный уровень, седативный не уровень, седативный воздействие на организм, да, при длительном вытяжении, при длительной задержке в позах, в общем-то, это седативные действия, успокаивается нервная система, сердечные деятельности, дыхательные, и, соответственно, дети успокаиваются, ну, в том числе и дети. Хотя там у ее более комплексные занятия, можно добавить динамические упражнения, можно дыхательные упражнения, и, в общем-то, в зависимости от того действия, которое вы хотите достичь от организма, в общем-то, в йоге все прописано, и, я думаю, что грамотный преподаватель сможет вам донести корректную информацию. Плавание, ну, понятно, здесь все знают, что это такое. Вода, с одной стороны, агрессивная, для нас непривычная, но, с другой стороны, при правильном знании, что такое вода, и, если можно назвать так, подружить детей с водой, можно получить очень большие эффекты, как для физического аспекта, так и для процесса обучения. Седативный воздействие на организм, которое плавание дает, ну, понятно, здесь написано, улучшение качества восприятия информации, это только маленькая часть большого айсберга. В плавании очень важное значение имеет, опять это слово? Слово? Гипоксия. Гипоксия, да. Очень хороший симметричный вид спорта, который, я дальше расскажу, насколько это важно, очень хорошо дает большое количество сигналов на право-лево-полушарное взаимодействие, что повышает когнитивные возможности. В общем-то, плавание практически противопоказаний не существует, за исключением, наверное, аллергических реакций на хлорку, если у кого-то таковые имеются. Игровые виды спорта, развитие коммуникальных, коммуникативных навыков, многозадачность, развитие навыков быстрого принятия решений, анализа различных ситуаций, все это дает игровые виды спорта. Здесь нарисован фотографии футбола стоит, но, в общем-то, это не совсем принципиально, баскетбол, волейбол, теннис, любые игровые и подвижные виды спорта, которые заставляют детей двигаться разнонаправленно, в общем-то, те сигналы, которые происходят от мышц, от общей координации, от взаимодействия с другими участниками процесса, развивают очень хорошо мозг, и действие игровых спортов, оно очень многогранно. В общем-то, футбол, он очень коммуникативный, и, в общем-то, в данном случае детей, которые гиперактивны, можно отдавать футбол. Если родители хотят что-то сбросить, то, в общем-то, игровые виды спорта, наверное, в первую очередь значимы для этого. Ну, не будем дальше. Силовые виды спорта. В общем-то, ключевой момент. Как я проговорил, в спортбоксе силовые виды практически у нас не прописаны, ну, за исключением там уже возраста 6-7, там уже организм начинает доформироваться до взрослого состояния, и, в принципе, в 6-7 уже можно выполнять определенные силовые нагрузки. В общем-то, у нас в спортбоксе это прописано. Если кто-то захочет, можно это будет прочитать. В принципе, силовые виды спорта, вот развитие волевых качеств, преодоление концентрации работ с черменным напряжением, это позволяет организму противостоять жизненным стрессовым ситуациям. В принципе, вот та концентрация внимания, которая требуется в учебном процессе, она зачастую развивается именно силовыми видами спорта. Понятно, что мы не говорим про штанги, это не обязательно. Здесь нарисована гимнастика как наиболее комплексное развитие для тела, а включающийся асимметрию, включающий в себя задействие большого количества групп мышц, как больших, так и маленьких, высокий уровень координации. И, в общем-то, в принципе, в школах урок гимнастики, насколько я знаю, вставлен в курс программы обучения. И, в общем-то, если правильно в школе занимаются физической культурой, то это очень хорошее дело для развития можно в том числе. Для химии спорта, вот здесь прописаны у нас гормоны вырабатчивые физические упражнения. Понимаю, что гормонов их намного больше и воздействие практически глобальные. Если разобрать работу мозга, то, в общем-то, это такая мини-лаборатория, которая постоянно проходит процессы выработки гормонов, которые действуют на псевдитативную систему, на эмоциональную составляющую и так далее. Здесь прописаны основные гормоны, которые задействуют физическое развитие, но они также задействуются и в эмоциональном фоне, и в чтении, и в различных видах деятельности. Я хотел бы проговорить, наверное, вот эндорфины, понятно, что повышают в жизни энергию, потому что это радость, это эмоции и так далее, и так далее. Серотонин, в принципе, снимает, попадает в ту же составляющую, с определенной дозой, если это можно говорить, такие же, как эндорфинные группы. Адреналин, в принципе, с одной стороны, гормон очень хороший, очень важный, но в нынешнее время хотел бы задронуть эту проблему, что этот гормон немножко, в мягком выражении, разрушает организм при неправильном воздействии. Что я имею в виду? Сейчас очень сильно развивается цифровая технология, и вот эти гаджеты в виде смартфонов, в виде айпадов, в которых дети сидят в сжатом состоянии, как правило, видите, у них плечи опущены, голова опущена, они смотрят, играют этот, сидят, извиняюсь, на пятой точке, ножки хорошо все скрещены, они скрещены, в общем-то, выпрямлены. Дети играют этот айпад, они практически обездвижены, у них работают несколько пальцев и воспринимают информацию через зрительную функцию. Соответственно, если ребенок играет какую-то игрушку, быстро, активно двигающуюся, там зачастую, там происходят всплески эмоциональные за счет резких перемещений, за счет каких-то испугов, а при этом выделяется адреналин. Адреналин, в общем-то, гормон, для чего природа был создан. Для того, чтобы вбрасываясь кровь, система организма мгновенно мобилизуется для того, чтобы выполнить физические действия. Там убежать, дать сдачу, я не знаю, в общем-то, большое количество. В общем, когда ребенок сидит, выбрасывается в кровь адреналин, вместо того, чтобы сжигать движение, что мышцы должны поработать. Они сидят на месте, повышается частота сидящего сокращения, дыхательная функция увеличивается, опоры раскрываются. В общем, система организма включается мгновенно для физического действия, а действия не происходит. В общем-то, организм начинает потихонечку изнашиваться. Поэтому, с одной стороны, адреналин очень хорошая функция для, наверное, самозащиты, для испугов, для страхов. В общем-то, хорошая функция для спорта в том числе. Но вот в том числе он не может быть разрушающий действие на организм, особенно детей. Дофанин – очень хороший гормон. В общем-то, практически сейчас все больше и больше пишут про это издание. В общем-то, ученые все больше и больше изучают наши функции организма, мозга в том числе, и этого гормона. В общем-то, про него можно рассказывать очень долго. Мы практически все, можно сказать так, дофанинные наркоманы сейчас. Это отдельная тема лекции. Если надо будет, можно будет сказать про дофанин. Ну, и мелатамин – очень важный гормон. Наверное, вы все про него знаете, но так или иначе, хотелось бы уделить внимание у тех, у кого есть свои дети. И, в общем-то, для вас это тоже очень важная информация, наверное. Неутоним – это гормон сна, его по-другому называют. Он отвечает за огромные процессы, за большие процессы, происходящие именно во время сна. Происходит восстановление организма, очень хорошо действует на желудочно-кишечную тварь, оздоровление кожи и так далее, и так далее, и так далее. Это вся информация есть. Самое важное, что вы должны знать – мелатамин вырабатывается только в полной темноте. Приблизительно время выработки этого гормона с 10 часов вечера, но ориентировочно, где-то до 2-3 часов ночи. Дальше выработка гормона попадает, и функция его уменьшается. А почему этот гормон важен для вас и для детей? Так как, чем раньше вы ложитесь спать, до 10, до 11 часов вечера, вы как раз помогаете организму вырвать гормон мелатамин и просыпаетесь с утра бодрым, восстановленным полностью и полной жизнью менять. Что это очень важно сейчас? Особое внимание уделять физическим развитиям. Первое. На чем, в общем-то, было построено в том числе и наш спортбокс? Первое. Все физические активности, которые выполняются до, наверное, я бы сказал так, 7-8 лет – это ключевое значение имеет. Дальше – это уже в дальнейшем возрасте, после 8-9-10 лет, это уже тоже желательно этому уделять внимание, но уже, возможно, допуском. Это симметрия. Правое, левое, мы сейчас говорим не правое, левое, полушарное, а говорим именно про то, если вы работаете какое-то управление с правой стороны, надо обязательно симметрично поделать с левой стороны. Так как ребенок развивается, недопустимо, когда у него одна из сторон получает физическую нагрузку больше, нежели другая. Яркий пример тому самокат, избитая тема. Но так или иначе, любой врач вам подтвердит, ортопед, любой хирург подтвердит, что асимметричные движения на самокате, если вы толкаетесь только правой ногой и не толкаетесь в такое же время левой ногой, к сожалению, это ведет к дисгармонии, физическому развитию, стадии развития организма в эти же 4, 5, 5, 6, 6, 7 лет, когда идет основное становление организма. И что приводит к деструктивным изменениям организма в более взрослом состоянии. И является некими отсрочными проблемами уже во взрослом состоянии. Сейчас, к сожалению, в рамках вебинара невозможно показать, как происходит действие организма на эту нагрузку. Но хотелось бы уделить этому внимание, что если выполняете физические упражнения в классе, физкульт-минутки, физкульт-паузы, на уроках физкультуры, если вы отдаете равную специализацию детей, что я категорически против, например, равной специализации, но если вдруг отдаете, просите вашего тренера, педагога, чтобы если делать что-то на правую сторону, обязательно делайте на левую сторону. Это категорически важно в подростковом возрасте, когда ребенок развивается. Дальше. Если у вас ребенок правша, понятно, что уже все знают, наверное, тоже избитые темы, что переучивать левшу на правшу категорически нельзя, потому что можно получить обратный эффект как в физическом развитии, так в эмоциональном, так и на физиологическом уровне. И переучивая ребенка, в своей жизни достаточно много встречают взрослых людей, которые не совсем даже корректно бывают себя ведут во взрослом состоянии, потому что у них функциональные изменения в головном мозге произошли. Ну, не будем про это говорить, так или иначе, обращайте внимание, если ребенок у вас правша, пробуйте, чтобы ребенок, если правой рукой у вас ест, левой рукой собирает мозаику. Если чистит зубы правой рукой, пускай левая рука умывается. И так далее, так далее. Почаще подключайте левую руку для правшей, правую для левшей, чтобы не заменить, а чтобы добавить сигналы мозга в другие полушария и симметрия мозговой деятельности, так как, в принципе, все-таки мозг работает хоть и цельно, а структура работает сразу вся, но, так или иначе, воздействия правого-левого полушария имеют значение, и чем больше они разы, тем больше их симметрия, тем больше когнитивных возможностей у вашего ребенка будет. Координация в приоритете. Следующий пункт. В общем-то, на начальном этапе развития, особенно дошкольного образования, все физические упражнения должны строиться от координации. То есть не делать сложных технических действий. Самый простой идет, ребенок вперед, машет правой-левой рукой, чтобы это правильно сменялось, чтобы чередовалось правильно, чтобы не правая рука с правой ногой шагала, а разныменный шагал, и так далее, так далее. Координация в приоритете на начальном этапе развития. И второй пункт, на который идет, это правильность выполнения. У детей, это отдельный разговор про мозг, сейчас Виктория немножко расскажет, как это действует на уровне гормонов и миелина в головном мозге. Очень важно сначала правильно показать движение, именно показать. Это на функции зеркальных нейронов очень сильно влияет. выставлять сначала правильную технику, ставить, чтобы это было не сложно, чтобы ребенок может выполнить с правильной координацией. И дальше, повторяя большое количество раз, вот дальше написано повторение как основа, но это никто не отменял. Повторение мать учения, сами понимаете, что это такое, насколько это важно. Сейчас Виктория вам расскажет. Вот, соответственно, вот этот слайд, он категорически важный в физических упражнениях, особенно, наверное, до начальных классов. Я бы сказал, что первый-вторый класс зачастую приводит детей с нарушенной координацией, с асимметрией, с очень большой, ну и так далее. Поэтому вот все физические упражнения, у нас в методике это прописано, практически все, что у нас существует, построено на этом слайде. Это асимметрия, акцент на левую сторону, координация в приоритете, правильность выполнения движений и повторение как основы. И еще один, я бы добавил здесь, основное воздействие на детей должно быть через игру. То есть не через объяснение расскажем, как мы сейчас рассказываем, к сожалению, не можем показать. А вот, а в принципе, игра – это основной учебный процесс детей дошкольного возраста, ну и, в принципе, наверное, первый класс я бы сюда соотнесся в том числе. Через это, ну, это, в общем-то, зависит от развития мозга, в общем-то, условия восприятия информации в этом возрасте идут через игру. Ну, это Виктория сейчас вам еще расскажет дальше. Хочу сакцентировать внимание, действительно, вот эти принципы, они, правда, очень важны. Это ряд квинтэссенции, вроде бы тела, да, то, что есть у нас всех, вопрос, как мы с этим работаем. Как можно об этом дальше узнать, где это используется? Первое, сакцентирую внимание. Присловный шаг я чувствую, который заложен во всех изданиях, которые сейчас выходят уже, и на них уже можно сделать предзаказы. В издательстве просвещения – это окраски эмоций, кругобуквенное путешествие, география эмоций, в ближайшем будущем волшебный набор педагога, еще ряд курсов, просто вот эти три уже их можно прямо заказать и получить в сентябре. Там всегда есть блок вот физической активности, построен по этому принципу. Потому что когда мы хотим к чему-то подготовить ребенка, чтобы он это знал, это услышал, нам важно, правда, его подготовить физически. Потому что происходит в физическом активности и гормональный фон правильный, уравновешенные вот эти все гормоны, и, безусловно, вот это вот включение всех тех пунктов, о которых сейчас Сергей подробно рассказал. То есть, первое, действительно, эти принципы, эти игровые формы физической активности можно найти в этих курсах в здании просвещения, в курсе Академии Монсиков. Второе, действительно, отдельно созданный спортбокс, который, естественно, в Академии Монсиков можно приобретать именно в курсе, связанном для педагогов, для государственных школ это есть, для государственных учреждений, так и для частных клубов, для частных учреждений. Четвертое, конечно, если хочется, действительно, мы не можем с физической активностью в рамках вебинара показать ряд вещей. Существуют формы тренингов. Я могу на заднем плане сейчас изобразить. Это, в общем-то, может быть достаточно интересно. Действительно, это можно дальше еще более глубокую информацию получить на тренингах. То есть, как минимум, есть три пункта, по которым можно двигаться дальше вот по этой важной информации. И еще небольшое дополнение, действительно, об этом говорили зеркальные нейроны. Очень важная составляющая, потому что во всех функциях выполнения, и, например, в спортивной педагогии, там даже специально учат, да, с точки зрения выполнения зеркаля. Как демонстрировать все или иные упражнения детям? Зеркальные нейроны, чем они важны? У детей происходит на начальном этапе восприятия информации через глаза. Вообще, глаза являются источником информации до 80%, но в зависимости от возраста. Потом у людей это немножко другие функции наших органов чувств. забирают на себя, но у детей глаза имеют первостепенное значение. И, в принципе, учение утвердили уже огромное количество опытов, что есть специальные зеркальные нейроны, которые, назовем так, зеркалят. Соответственно, они смотрят и готовы повторять за вами. Поэтому очень важный аспект для детей не объяснять словесно, а делать вместе с ними. И, как я говорю, сначала выбирайте упражнения, делайте максимально простым на координацию. Дальше вы показываете ребенку, как это упражнение делать, и делайте даже вместе с ним. Тем самым через вот эти зеркальные нейроны дети быстрее это воспринимают и выполняют правильно сразу эти движения. Поэтому категорически важно именно правильно выполнять выполнение техники, потому что они считывают информацию через зеркальные нейроны и повторяют сразу правильно. Если вы покажете некорректно, объясняя по-другому, они не услышат, они повторят то, что вы показываете. Ну, в общем-то, где-то и эмпатия органированная. Да, и как раз второй момент, что, как ни странно, не только важно при выполнении физических упражнений вы демонстрируете какое-то действие, и ребенок его демонстрирует. Они также еще и развивают вот то самое очень важное составляющую социально-эмоционального развития, как эмпатия. То есть умение сопереживать. Поэтому, на самом деле, всегда, выполняя совместно с ребенком, естественно, в таком позитивном, эмоциональном, физическом настроении, это очень важно. 皮-борщина 特е techniques magnificent Продолжение следует... 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 Продолжение следует...